Который, наверное, человек устоил и от радости пошел, продал все, что имел и покупает поле то. Потому что Царство Небесное не постричали, приближал, чтобы понятно было. На земле, ясное дело, частная собственность была. И тогда не было то, что ты раскопал и с государством должен делиться, 75% подать, а 25%... Это никакой незакон, беззаконие. Мое поле, все, что принадлежит, мне, если бы я не нашел вклад, вы бы ни копейки не имели. С чего ради 75? А сейчас ты не отдаешь, тебе срок дадут, и срок очень большой. Я нашел сегодня, допустим, флягу с золотом на своем огороде, у тебя в холст полетал, копать углу, блядь, я нашел. Не должен отдать государству. Какой же это закон? Это не сходится даже с тем, что есть. Он нашел, а выкопать не может. И поле, говорит, все, что было, продал. Только поле купить, потому что купит теперь то. Оформит на деньги, разменяет, и у него опять и поле будет, и дом. Понятно? Понятно. А теперь Господь говорит, что такое сокровище. Определенно ты сразу не в толковании. И толковать надо только по Писанию. Вот я и дети мои, которые дал мне Господь. Сокровище, плод, чрево. Понимаете? Это сокровище. Это чудо Божье, что дети рождаются, и растут, и похожи на тебя, и ты в них можешь вкладывать. Но дети бывают самым страшным позорищем для родителей. Жить, говорит, не хочется. Кем он вырос? Каждый день бьет меня. У меня на работе один работал, но только об одном молился. Хоть кто-нибудь убил бы моего сына. Один разбился пьяный, а второй каждый день меня бьет. Ну и правда, за бутылку пошел по себе крана и разбился. Слово сокровище. В Библии разъясняется сто двадцать шесть раз. Это встречается. Посмотрим. Что Бог считает за сокровище? Второзаконие двадцать восемь двенадцать. Открой тебе Господь. Добрую сокровище. Сокровищницу, небо, чтобы оно давало дождь, и не будешь брать займы. Точка. Вот сокровище где. Ты глазами-то посмотри маленько, где ты живешь. Такое место, как у нас, ведь это нигде только у нас. Чтобы никто не ругался, не сквернословил. Друг у нас друг у друга из-за двора не тащили. Ничего нет. Вот вчера человек потерял лошадь, и она к нам пришла. Мы ее заманули к себе в ограду. Буквально пятнадцать минут проходит, приезжает. Мужик, а вы не видали? А какая она? Да вот черная. А что на шее? Он говорит, цепь. Она, кстати, и есть. Откуда? Что милихи? На большой, огромной машине приехал. С сыном видно. Я говорю, мы ее уже застали. Но мы бы ее не съели, мы верующие, у нас это не положено. Так он уж благодарил, благодарил. Он парень сел на лошадь, и он вокруг поехал. Ну, немножко я ему сказал. Немножко. Сегодня ведь целыми табунами угоняют. Недавно только читал, 300 лошадей перегнали в Казахстан, и уже на отъение отдают, и все. Ворует все. Коров стреляет прямо сразу, загружает и увозит. И ничего нельзя сделать, потому что убрали главное. Страх перед Богом, веру. Главное, совесть убили, сокровище. Нет. Небо дает дождь. Нам небо дает дождь. И как дает? Вот мне звонят из разных областей страны, даже из других республик. Помолитесь вот об этом. И буквально недели не прошла, все звонят. Ой, операции до того прошла успешно. Там человек огнал священник, и священник махнул рукой, да ладно будет. Везде все успокоилось. Теперь только одна благодарность идет. И я всех прошу помолиться. Но во крещенном Господь дал гонение, и как-то убывать началось. И отец Иоанн звонил, благодарил, там молились, о чем мы все у него хорошо, и операции успешно сделали на почках, там в Робе Мине. Видите-ка, небо дает нам дождь. Это не только дождь. Это ответ на молитвы. Как мы должны быть благодарны? Мы еще не получили из Греции, а уехавши в Грецию. Мы все еще молимся за путешествующих, а они, может быть, уже и доехали. Ну, тогда начнем благодарить Бога. Видите, как Бог все устраивает. Псалом 16, 14. Чрево Твое Ты наполняешь из сокровищей Господних. У Господа сокровищей есть. И в ней теках все вкусно, морковь, и каждый продукт, все по-разному. Это сокровища. И сколько нам всего Бог даст? Ты хочешь искать, где лучше? Я тебе скажу, мест, где более плодородная земля, живут на берегу озера. Очень много. Лот выбирал такую землю, говорит, как рай. И выбрал Содом и Гоморру. И мы знаем, что с ним было. Кабы не дядя его Авраам, который выпросил, он сгорел бы вместе со всеми. Он выбрал хорошее себе место. Живут у озера. Вчера мне сообщают. Такая полная была. Матушка высохла. Даже деревьев у нас таких высохших нет. Почему? Лямбли. Так что еще надо разобраться, хорошо или нехорошо. Хорошо, когда закончится хорошо. Ты благодари Бога, что у тебя есть. Самое главное это взаимоотношения. Мы все родные и близкие к Господу. Мы одна семья. Не замыкайтесь вот в этой оградке. Ты ласково взгляни. Помолись. Кого бы не увидел. Вот меня просто Господь дает. Кого бы я в окно не увидел, я каждого благословляю. Я не священник. Ну, сзади хотя бы. Так хочется, чтобы человек был благословен. Дети качаются, играют. Опять зайду, радощи каждого благословлю, чтобы не упали. Они растут. Он у нас пасет, глянул, пасет. Опять благословил Господь. Да чтобы никто не подошел. Да так-то все хорошо было. Ты благословляй. И ты увидишь, как у тебя на душе будет хорошо. Какая у тебя радость. Какое расположение. Притча Соломона 8.21. Премудрость – это сокровищница души, которая наполняется от Господа. Премудрость. Проси у Господа. И ты увидишь, как хорошо быть Богом всегда, не только в храме. И это надо беречь. Притча 15.6. В доме праведника обилие сокровищ. Неплохо иногда смотреть, что у тебя есть в комнате. Просто посмотрите. Я говорил уже не раз, как прочитал воспоминания о одной душе женщины. Она потеряла по важной причине дома. Ее и не зависело. Самые тяжелые минуты, когда ложится спать. Я прохожу, кое-где шторки не закрыты. Я вижу, как кровать люди расправляют. И у меня была кровать. Она ничего не помнит. У меня была своя кровать. Я не картон постелила где-то в теплотрассе. А ведь мы даже этого не замечаем. Лег, встал, не заправил и прочее. Это все свое. Это сокровище. Бог дает и наполняет дом свой. Ты все, что желаешь, от тебя под рукой. Любой инструмент. Позвонить. За все, за все благодари Бога. Притча 17.16. К чему сокровище в руках глупца для приобретения мудрости у него нет разума? Нет разума, значит заучивать. Я уже просил учителей и вас, дома детям, каждый день давайте место писания, чтобы они заучивали его. Глава такая, стих такой-то. А вечером опять спросите на следующий день другой стих и в карман ему картоночку эту положите. Чтобы дети встречались, говорили, у тебя какой сотня стих? Мы друг у друга старались узнать. Направьте по этому руслу. Слишком много уже упущено. Я так заучивал. Мы с братом. Едем на работу, а с тобой наберешь картонок. И пока едешь, одной рукой держишь и читаешь. Прочитал и все. Один человек говорил, я в очереди стоял, всем языком выучил. А мы Библию ни одного стиха не выучили. Матфея 6.19. Не собирайте себе сокровищ на земле, потому что здесь три есть, которые уничтожают. Вор, боль и ржавчина. Вот ржавчина, сколько она зла делает. Мне приходилось ремонтировать подводные лодки, видеть, как ощущают, какие наносят краски, сколько слоев. Потом наносят пять слоев, потом слоя 2-5 счищают. Это особая технология. Попадает в воду, проходит несколько лет, все ржавчина изъедает, ничего нет. Три. Вор, боль и ржавчина. И вот это должно удерживать. Я уж не говорю, холор, астезу, жук, мыши, плесень и прочее. Это тоже уничтожает. Ну, Господь сказал три. А, видимо, и это все нехорошо. Благодари Бога, что Бог этим напоминает. А небесное все уходит туда. Вот кому ты подал, это все для Бога. Сказал доброе слово, ушло в вечности. Как радостно будет нам встретиться с людьми, которые через нас уверуют в Бога. Вот завтра наши братья опять поедут в Шаршино. Вы каждый день молитесь об этом. Бог все может сделать. Это чудо. Одна душа, спасенная, дороже целого мира, полного золотом. Люди ничего не знают. Я вот услышал, батюшка ездил в Дьми и Нагор, встретились с молодым священником. Ну и сказали, как живут. Так матушка загорелась, приехала, спросила, как? Одни верующие, люди-то ведь томятся по-настоящему верующие. Говорит, Николая вроде звать. Вот уже нам есть о ком молиться. Может быть действительно оттуда человек приедет. Приезжала женщина, весной брала книги, по-прежнему осталась очень расположена. Работа идет, потому что у нас великое сокровище, знание Писания. И мы людям это даем. А жизнь эта мелькнет, как тень. Ибо где сокровище, там и сердце ваше будет. 21 стих. И Матфея 12.35. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а зло и злое. Царство небесное подобно сокровищу. И надо это накапливать. Накапливать что? Доброта, ласка, внимание, забота. Матфея 19.21. Господь говорит, рождай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. Ты хочешь иметь это сокровище? Это не надо понимать, что поле какое-то, яму копать. Это разум. Копай здесь. Когда японцам сказали, что у вас у руды нету, нефти нету. Они говорят, нету. У вас и жемчуг добывать негде. Они все отверстили, нет и нет. Но у нас, говорит, есть серое вещество. И мы будем разрабатывать. У нас нету руда, а у нас же все у нас будет. И живут лучше почти всех в мире. На 20 лет дольше русского человека. Почему? Они все время давят и учат. Отстающих во всей стране ни одного ученика нет. Они этого слова даже не знают, что такое отстающие. Вот как можно настроить. А тут из школы приходит двойка. По причине какой-то они приходят в школу. Да хоть разбитый будь, но приди. Для тебя стараются учителя, преподают тебе знания. Кто-то написал учебники. Лука 12, 21. Господь говорит, так бывает с теми, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. Ну, богаче. Расстрою, расширю. Линарники вот у меня большие. Все сделай как надо. Вот у меня будет и огород, и земля. Ничего этого не будет. Моя твой мощь, душу твою возьмут у тебя. Так бывает с каждым, кто не в Бога богатеет. А в Бога богатеет, значит, ты из всего, что есть, уделяешь. Насколько достоверно не знаю, я услышал, что некоторые не платят десятины. Вы поговорите со своими, кто не платит. Ты не просто вор, а вор у Бога. Это заповедь, непременная заповедь, данная Богу. У нас же ничего не торгует здесь, нигде нет. Десятины нету, по уставу проходит полгода, ты уже исключаешься. А мне все равно. Ты прогадал, я могу только это сказать. Всего на тебя никто не будет брать. Я считал воспоминания, сейчас не могу, могу ошибиться. Кажется, Рокфеллера. Он говорит, но он не православный, у них десятина. Я с первого дня решил, что десятину каждый месяц буду платить. И вот он стал миллиардером. Ну и десятина, естественно, что у него десятки миллионов каждый месяц. Но вначале, говорит, у меня почти не было ничего, есть не было, но десятина я непременно платил. И Бог меня благословил. Он понимает, Бог меня благословил. Это Бог тебе дал. Он дал тебе девяносто, но положил сверху десятку, чтобы ты ее своей рукой впадал. Вот так вот, научи. Она не моя. Все стало на место. А некоторые думают, я много зарабатываю, да, выходит десятую часть, это много, это жил на паку будет. Да ему не надо, у него все есть. Наш батюшка, посмотри на его руки. Посмотри на его стены, которые он здесь понастроил. Лука 15, 22. Продавайте имения ваши. Приготовляйте себе сокровища, неоскудивающие на небе. Нас к этому не призывает продавать. Но все время думайте, я поехал, десятина принадлежит Богу. Как это будет? Ну ты сам думай. Откуда она тебе так придет? 2 Коринфянам 4, 7. Но сокровища сие, что нам Бог дал, это вера во Христа главное, мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточное тело было приписываемо Богу. Когда верующие делают что-то, они вызывают удивление у людей. Как ты мог это сделать? Это немыслимо, я все время слышу это. Это невозможно столько было сделать. Бог, я отвечаю этим словом, Бог, никогда не допусти мысли, что вот я сильный, вот я рано встаю, у меня здоровье хорошее, это Бог дал. Бог дал желание трудиться. Бог к тебе людей расположил. Но это, вот это тело, это глина, земля. Потому что заболел в один день, температура, аппетита нет, все, усопло, ничего нет. Это Бог дал. Колоссиным 2, 3. В котором в Господе Иисусе Христе сокрыты все сокровища премудрости и видения. Премудрости Божьей и видения, что за наши грехи умер Христос. Это самое главное. Главное сокровище это Христос. Он Бог наш. Он умер за нас. Он искупил нас. И верой в Него ты больше всего дорожи. Дорожи Церковью Православной. Вот я знаю хороших людей, сектантов, лаптистов, я их страшно жалею. Беседовать с ними начинаешь, они сразу замыкаются. Мы идем на контакт, они не идут. Они предупреждают, не беседуйте. Это явно, что у них там все гнилое. А мы сами идем к ним. Идем в городе, встречаемся. Берем их литературу, читаем. Они ничего не берут, они буквально трясутся. А которые их не знают, говорят, ой, баптисты, такие крепкие веры. Ничего там нету. Как только отословался, все развалилось. Ты на один вопрос. Скажи, кто, как вы, верил во втором веке? В третьем, в четвертом. В четвертом ни одного человека не было. А новую церковь Бог не основывал. Он один раз основал. И Бог жен не меняет. А это его жена невеста. 1 Тимопея 6,19. Собирайте себе доброе сокровище. Положите доброе основание для будущего века. Основание – это благовестие, это труд для Господа, это свидетельство другим о любви Божией. Будьте радостны во Христе. 1 Тимопея 6,19. 3 Езжер 8,54. Вот прошли болезни, и в конце показалось сокровище бессмертия. В детском завете. В конце нашей жизни что мы увидим? Будет ли это сокровище? У смерти что? Приобретение. В другом языке перевод «смерть» несет плоды. Обычно человек умирает, все отрезалось. Нет, наоборот, когда умер, и перед человеком промоктика жизни увидит, где кому подавал, где он забрал, где уступил. Все это никуда не делать, оно все при себе. Самое маленькое все остается, да умноженное еще. Каждая слезинка будет собрана. Был пьян, спил, плачлив. Он плакал обо всем. А потом надумал плакать сосуд. Ангел упрекнул его даже, говорит, чего ты сосудца собрал? Перед Богом-то там два уже сосуда полных. У тебя кое-что усохло, кое-что мимо упало. Серафов 4.4 Чтобы собирали сокровища себе. И 7.14 Верный друг, крепкая защита. Кто нашел его, нашел сокровище. Вот нашел ты друга или нет? Главный друг, это, конечно, Господь. Святые апостолы, мужики. Но у тебя должны быть и здесь какие-то друзья. К кому ты чаще ходишь, с кем ты, с кем делишься. Надо более открыто жить. У тебя обязательно кто-то должен быть близкий. Если никого не можешь назвать, ну ты сам подумай, как это может быть. Вот сегодня ты умер, а кто за тебя будет сразу молиться, притом истинно. А если нет, кому за того, что ты за это, ты и ответишь. Приобретайте себе друзей богатством неправедным. Верный друг, крепкая защита. Серахов 8.20 Не меняй друга на сокровище. То есть дороже всякого сокровища. Серахов 21.30 Скрытая мудрость и утаенное сокровище. Какая польза от обоих? То есть ты уверовал, а почему ты другому не говоришь? Ты расскажи, ты возвести. Ты мудр, тебе Бог дал. Ты уверовал, ты сохранил веру. Ну старайся рассказать каждому, как хорошо быть верующим. И главное, что у нас такая перспективная вера-то. Православная. Православные мы были, кто и Терапин Саровский, Иоанн Сронштадт, Иоанн Златоуст. Их там-то-то вне этого общества. Они никого не могут назвать. А у нас-то какое? Василий Великий, Григорий Богослов, Ефрем Сирен. Это все православные были. Какое житие святых? 1173 жития. Ты почитай биографию, ты ужаснешься. А тут и Антоний, и Махарик. Это наши братья, мы их всех увидим. Они были православные. Они рукой крестились. У них свящие были, иконы. У Сихранта ничего этого нет. Они Божью Матерь призывали. У еридиков ничего этого нет. Это новая вера у них придумана. Ни в как. Мы говорим, давайте беседовать по слову Божию. Они по слову Божию не хотят беседовать. Серафа 20, 30-24 стих. Сокровища свои, разумеет, которые дал тебе Господь по заповедям своим. Савид, 4 глава, 9 стих. Когда у тебя будет мало, и тогда не бойся. Твори милостынь из того, что есть. И когда запасешь себе богатое сокровище, тогда надень нужды. Он не знал, как у него сын после него будет жить. Будешь ты жить бедно, у тебя мало будет. Ну, помалую и давай. Что-то у тебя выросло, ну, поделись этим. В первую очередь, сколько людей за тебя Бога тебе возблагодарили уже сегодня. Ты что-то умеешь делать, шить? Сделай. Найди нуждающихся. Такой ребятишек много. Может, действительно нуждается. Может, она не может прийти в храм, поводиться не с кем. Ну, зайди и узнать. Сходи-ка ты сегодня, а я у тебя здесь посижу. Итак, слова о том, что мы нашли сокровище, мы нашли это в Христа и Библии. Аминь.